Это макет самолета Ла-5. Гости и посетители Музея Победы могут увидеть его, придя в филиал музея Музей Гора. Конструкция самолета была смешанной. Кроме двигателей и нескольких других узлов и агрегатов, он полностью изготавливался из дерева. На нем в годы войны летали Иван Кожедуб, Алексей Моресев и многие другие советские летчики-асы. О его легендарном конструкторе Семене Лавочкине мы и поговорим сегодня. Во время учебы в Московском высшем техническом училище, сегодня это МГТУ имени Баумана, Лавочкин попал в аэродинамическую лабораторию к Андрею Туполеву, где и влюбился в самолеты. Преддипломную практику он прошел на заводе, где запускали в серийное производство первый советский бомбардировщик Туполева ТБ-1. Над ним учитель и его ученик Лавочкин работали вместе. Звездным часом авиаконструктора стал 1939 год. Именно тогда было создано особое конструкторское бюро номер 301. В нем велась работа по созданию новых истребителей. Руководство Советского Союза отчетливо понимало, что грядет новая война и стране понадобятся самолеты равные, а то и превосходящие ведущие авиадержавы по своим характеристикам. Вместе с Лавочкиным над конструированием нового самолета работали Михаил Гудков и глава ОКБ-301 Владимир Горбунов. Буквально за полтора года из ничего они собрали команду профессионалов и разработали современный истребитель. Экспонируется в Музее Победы еще один самолет, руку к которому приложил Семен Лавочкин. Это истребитель ЛАГ-3 с бортовым номером белый 24. Именно на таком самолете осенью 43 года сражался в авиации Черноморского флота старший лейтенант Юрий Шитов. Кстати, именно Семен Лавочкин предложил строить самолет не из алюминия, которого тогда было мало, а из дельты древесины, древесного шпона, пропитанного различного рода смолами. Нам с вами хорошо известна мебель из ДВП и ТСП, так вот именно она является ближайшим родственником корпусу ЛАГ-3. Самолет получился относительно легким и маневренным, а благодаря тем самым смолам горел не больше металлических. Проект был признан успешным и уже в 1940 году все три конструктора получили сталинскую премию. Однако с началом Великой Отечественной войны выяснилось, что характеристики нового самолета все еще недостаточны для успешного ведения воздушного боя. Кроме того, смолы для пропитки, которые покупали за границей в условиях военного времени, поставлять в достаточном количестве стало труднее. В годы войны, с учетом боевого использования истребителя ЛАГ-3, Лавочкин, уже как главный конструктор, начал работу по созданию нового, более совершенного истребителя. В новой машине заменили мотор, теперь его охлаждение было не водяным, а воздушным. Это дало самолету большую скорость, управляемость и маневренность. Во второй половине 1942 года ЛАГ-5, как назывался новый истребитель, пошел в серию. Именно на этом самолете в июле 1943 года, в дни Курской битвы, одержал первую воздушную победу прославленный советский летчик АС, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Макет самолета ЛАГ-5 в Музее Победы принадлежит другому, не менее прославленному летчику, Герой Советского Союза Георгию Костылеву. Он служил в годы войны в авиации Балтийского флота и совершил более 400 боевых вылетов. Провел 112 воздушных боев, где сбил 12 самолетов противника лично и 34 в группе. В 1944 году в строй встала уже следующая модификация ЛА-7, которая считается лучшим истребителем Великой Отечественной войны. Она была еще более быстрой, управляемой и верткой. Иван Кожедуб на нем довел общее количество воздушных побед до 62. Алексей Моресев, Павел Головачев и другие летчики за штурвалом этого самолета сбили десятки врагов. Всего за годы Великой Отечественной войны с конвейеров авиационных заводов сошли 22,5 тысячи истребителей конструкции Лавочкина. После победы Семен Алексеевич работал над проектами реактивных боевых самолетов и в 1948 году им был сконструирован ЛА-176. На этом самолете летчик-испытатели Олег Соколовский и Иван Федоров впервые в Советском Союзе превысили скорость звука. В 50-е годы конструктор принимал активное участие в создании зенитно-ракетного комплекса «Беркут». Впоследствии этот комплекс защищал Москву около 30 лет. В это же время конструктор начал работу над межконтинентальной сверхзвуковой крылатой ракетой «Буря». Завершить ее разработку Лавочкину не удалось. Находясь на полигоне во время испытаний, 9 июня 1960 года Семен Алексеевич скончался от острой сердечной недостаточности, до конца посвятив свою жизнь любимому делу. Генерал-майор инженерно-авиационной службы Семен Лавочкин разработал более 20 типов летательных аппаратов. Как деревянных, скорость которых не превышала 200 км в час, так и цельнометаллических сверхзвуковых. За свою конструкторскую деятельность он дважды был удостоен звания «Героя социалистического труда». Четырежды становился лауреатом Старинской премии. Конструкторское бюро номер 301 было преобразовано в машиностроительный завод имени Семена Лавочкина. Это предприятие и по сей день носит имя авиаконструктора, являясь научно-производственным объединением.